Дмитрий Курочкин 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 интерес и улетают. Заставляем птицу вернуться назад, состоит из агрессивного кудахтания громких двойных и тройных нот. Пятая часть. Посадка гусей. Они возвращаются назад. Состоит из мягкого кудахтания и бормотания. Также можно использовать негромкие двойные и тройные ноты. Вся мелодия должна укладываться в полторы минуты, 90 секунд. Это обязательно нужно учитывать при подготовке к выступлению. Что же мы ожидаем от судей? Сидя в стороне за ширмой, они должны оценить. Первое. Оценка правильности выполнения программы. По мелодии колера судья должен проследить полет птицы и выделить все пять стадий программы. Второе. Оценить реалистичность исполнения. И третье. Оценить сложность элементов. Всего три части, всего три пункта, которые оценивает судья. После этого выставляется каждым судьей одна оценка по десятибальной шкале. Оценки дают всего пять судей. И после каждого участника идет подсчет баллов. Ноль ставится, если много замечаний по всем пунктам данной программы. Десять практически никому не ставится. Обычно ставится восемь, максимум девять баллов. Разберем небольшой пример. Первый судья поставил у нас восемь баллов. Второй судья у нас поставил четыре балла. Третий судья, скажем, три балла поставил. И четвертый судья семь. Пятый шесть баллов. В итоге мы получаем самый высокий и низкий балл в этом счете. В счет не идут. То есть мы выкидываем первого судью. Он у нас поставил восемь баллов в самую высокую оценку. Выкидываем третьего судью из подсчетов. Он поставил самый низкий балл. Получается, что общая сумма баллов у нас составила 17 баллов. И так на протяжении трех кругов. В финал попадает пятеро лучших колеров. При таком подсчете баллов самая высокая оценка за раунд может быть в 30 баллов. Ну, как я уже сказал, что 10 редко кому ставится. В любом случае нужно четко понимать, что баллы показывают личные ощущения каждого в суде от услышанного. И в целом эти показатели относительны. Также многое зависит и от подготовленности судей, от их профессионализма. Все это должен знать участник соревнований. И также это должен знать судья, чтобы четко понимать, к чему готовятся, что играть и что судить. Что ожидать друг от друга. Данная программа выступления и система оценок отработаны уже не одним десятком соревнований в Америке. Я надеюсь, что в дальнейшем эта система оценок и программа выступлений будет принята всеми организаторами соревнований, где бы они не были организованы и кем. Только тогда мы сможем понять друг друга. Только тогда у нас появятся грамотные судьи. И при этом у колеров появится желание выступать. Также появится уверенность, что все будет честно. А самое главное, появится возможность поучаствовать на всех соревнованиях, независимо от их места проведения. Будь то Россия, Белоруссия, Украина или даже Америка. Надеюсь на вашу поддержку, друзья охотники. Большое спасибо. Хочу сказать за предоставленную информацию и помощь Биллу Дэнилсу. Это совладелец компании Wrestling Custom Calls. Брайну Харрису. Это великолепный колер, мой друг. Многократный призер соревнований в Америке. И Бабаеву Игорю за предоставленный видеоматериал с конференции. За помощь в записи этого видеоролика. Директор магазина callofhunt.ru И всем моим друзьям, кто поддержал меня для записи этого видео. Надеюсь, что вы меня услышали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.